низкие зарплаты потребности республики и кадровый голод скучающий хабиров провел оперативку премьер министр башкирии андрей назаров видим поняв что ничего интересного на оперативное совещание не стоит ждать решил на него не приходить ну а сама оперативка прошла буднично на самом деле радио фаритовичу словно самому было несколько скучно ее проводить ну а возможно голова хабирова была занята московскими делами но куда он по информации источников летал по срочным делам причем его заметили не абы где а конечно же в бизнес классе ну в остальном прошла стандартная программа награждение спортсменов из башкирии которые как вы наверно помнили отдали свои бронзовые медали спортсменам из беларуси на недавних соревнованиях тут же поздравление с днем рождения глав районов и стандартные доклады министров всем привет это обзор оперативного совещания 13 февраля в москве глава башкирия ради хабиров встретился с министром экономического развития россии максимом решетниковым основной темой было расширение особо экономической зоны алга так зону планируется расширить на территорию уфимского района городов салават ягидель все это для того чтобы реализовать несколько масштабных проектов ну одним из них например является запуск завода для совместного производства с беларусью разговор о расширении зоны зашел и на оперативном совещании так александр шильдяев он же министр промышленности энергетики и инновации рб рассказал что правительство россии уже одобрило расширение особой экономической зоны настоящее время на территории алги в качестве резидентов зарегистрирована 21 компания заявлено объем инвестиций порядка 62 миллиардов рублей запланируем создание свыше 2800 новых рабочих мест министр доложил что за прошлый 2023 год ряд резидентов пополнили 9 компаний с общим объемом запланированных вложений более 20 миллиардов рублей ради хабира в свою очередь поручил мэру агидели и министр промышленности найти к 1 июня системных инвесторов расширение зоны инвестиции рабочие места звучит прекрасно но вот наш эксперт экономист рустем шахметов провел небольшое исследование и отметил что роль особой экономической зоны алга в инвестиционных процессах в республике малозначительно ну например 2022 году объем инвестиций в основной капитал башкирии составил 512 миллиардов рублей то есть накопленный размер инвестиций резидентов алги оказался на уровне всего одного процента ну или же статистической погрешности но прорабочие места например о по аркада один из резидентов алга который производит спецодежду и его выручка 466 миллионов рублей чистая прибыль 235 миллионов рублей то есть рентабельность около 100 процентов вот численность работников там 272 человека средняя зарплата 21000 рублей при этом отмечу средняя зарплата в башкирии 48 тысяч рублей ну то есть зарплата работников резидентов уэс алга почти в два раза ниже общереспубликанского уровня и вот у нас в зоне алга 272 работающих за нищенскую зарплату питание действительно важная тема жители республики может не волновать что там происходит с особо экономическими зонами но тема продуктов питания будет волновать всегда например высокие цены на яйца это самая горячая тема последних месяцев министр сельского хозяйства ильшат фазарахманов доложил что в республике по итогам прошлого 23 года достигнуты целевые значения продовольственной независимости по его словам региональные производители обеспечивают жители республики основными видами продукции по словам министра за прошлый год отгружена продукции на 160 миллиардов рублей регион полностью обеспечивает себя свои потребности по молоко и молочной продукции 121 процент свинины 140 процентов говядина 108 процентов по сахару и растительным маслом в семь раз больше производит почти картофелью 149 процентов свежим огурцам 108 и томатом 152 процента ради хабиров призвал нарастить объемы и начать производить продукции на 270 миллиардов рублей а куда столько может чтобы обеспечить республику и на экспорт на самом деле ради фаритовичу важен не объем или куда будет направлена произведенная продукция если вы заметили на оперативном совещании его заинтересовали цифры и места башкирии в рейтинге по производству продуктов питания но главу региона должны были интересовать другие вопросы все ли жители башкирии могут позволить себе эти продукты а какие цены на эти продукты не так ли министр образований науки рб эльдар мавлитбердин доложил что башкирия занимает лидирующую позицию по сети организации среднего профессионального образования республика башкортостан занимает лидирующую позицию по сети образовательных организаций среднего профессионального образования их у нас 92 92 колледжа 44 филиалов которых обучается более 98 тысяч наших студентов подготовка кадров осуществляется по 118 рабочим профессиями и по 173 специальностям по словам министра одна из ключевых задач это обеспечение синхронизации систем подготовки кадров со средним профессиональным образованием с реальными кадровыми потребностями экономики нашей республики проблема с кадрами это еще один нерешенный вопрос нашей республики но например уфимский промышленный завод одк ум по активно набирает новых сотрудников и вообще планирует набрать около 5000 человек кстати о проблеме набора кадров рассказывал сам управляющий директор завода евгений семивеличенко кстати на одном из оперативных совещаний правительства республики башкортостан причем сейчас на заводе по его словам трудится 8200 человек а их количество хотят поднять до 13 тысяч интересно что проблему кадров можно было бы решить высокой зарплатой ну и действительно завод по словам руководства пытается поднять среднюю зарплату до 100 тысяч рублей и опять же по их словам сентябре это им почти удалось средняя зарплата якобы поднялась до девяносто восьми тысяч рублей но реальность такова что по рассказам наших читателей которые там работают обещанную зарплату получать лишь люди которые уже давно работают в мпо имеет большой опыт работы а вот новоприбыш сотрудников якобы держат на стажировках на маленькой зарплате такой была стандартная оперативка со скучающим хабировым ставьте лайки подписывайтесь на наш канал читайте нас на сайте читайте нас в телеграме подписывайтесь на наш телеграм-канал и встретимся в следующих роликах и